У-у-у-у! Оксимирон, не делай рэп вообще никогда больше. Лучше бы уроки делал он. Всё, что курица я покурил в одиннадцать недельку максимум, полечишься. Баллончик. Это для обла. Его побили. Рэперы из Кали Милана и Агли Стефан. Подошёл, простой? Прости меня, пожалуйста. У тебя есть боязнь, что всё может резко закончиться? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ребят, из-за строгих правил ютуба, нам опять пришлось жёстко порезать мат в выпуске. Не ругайтесь, потому что версию без цензуры мы через пару дней закинем к нам в к а кусочки не вошедшие выпуска эксклюзивно покажем в нашем телеграм-канале все ссылочки есть в описании обязательно подписывайтесь мальчик у лев песка вон а а а а а а а а а Солок! 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 Ё, посмотри, как у вас состоит, лечь! Нормально, точно! Сделайте кропсы! Солок! Солок! Устраивай нам экскурсию по гримерке, раз уж мы здесь оказались. Солок, у меня тут еще колбаса, сыр, фрукты. Вот это у меня для энергии такая темка. Воды очень много, конечно же. Термос зачем-то, не знаю. Еще у меня тут ашки. Я думаю, кстати, что я единственный у кого вообще в райдере ашки. Это же вред для связок. Ты куришь ашки, у тебя чуть-чуть садятся связки, ты выходишь и уже не можешь. Ну это просто знаешь, это ты так к этому привыкаешь, что я не могу, короче, уснуть без нее, встать нормально без нее. На самом деле это такой вообще вред сильнейший. Ну вот, вот так вот, короче, ничего не поделать. Это что за тип тут? Это брат. Шайни здесь. Эй, сыскали же твой кем. А у вас разные гримерки. Сейчас предъявим, пойдем предъявим. И что, сейчас будет вот этот отработанный ваш кейс, типа, Йоу, это мой наставник, старший, как обычно мы делаем вот это. А вот смотрите, смотрите, я хочу обратить внимание, что стол-то побогаче у пацанов, чем у тебя. Клубника, блин, малина. Просто поопытнее и все. Вот. Вот ты мне смотри, говорил, пражки, даже кислород есть. Да. У меня кислород, у меня здорово. Мы с Чираконом вообще мы вот так делаем. Мы вот так делаем. Че было-то? Ну, купайся 20. Че такое? Я вышел из клуба, мы ждали такси, стояли у такси, курили сигу. Там потасовка началась в 5 метрах от нас. Чел, видимо, подумал, что я в рак или что, подошел просто. У меня ноги наверх вот так вот. А это законно? Нет. Вот за него, вот за него скажу, вот это реально старший тип. Реально, вот это первый по меня. Мой малый. Мой малый. Че хотите? Че вы хотите сказать? Ну, тогда рассказывай нам, почему Агли Стефан взорвет. Потому что он талантливый. Факты. Потому что у него *** голос. Голос? Потому что он мелодичный. Потому что *** дикста. 12 стукнуло, я месяц сидел дома. И потом меня друг решил, у меня был друг, он решил меня затащить на студию. Просто так, по угару. Я до этого тоже, короче, в 11 где-то попробовал записаться. Там какой-то трек у меня получился, кстати, более-менее. И потом меня друг затащил. Че-то я пописался. И мне это просто *** понравилось. И стало интересно как-то развиваться в этом плане. В плане музыки. Что это была за студия? Вообще какая тусовка тебя окружала на первых парах? Тогда меня окружал Shmani Sound в целом. Это Rocket и его пацаны? Да, Rocket и его пацаны. Вот тогда какие-то они мне советы давали. Вот я туда приходил, там писался. Rocket крутой? Для кого как. Сейчас я считаю на самом деле, что нет. Почему? Не знаю. Мне сейчас просто его музыка в целом не нравится. Сейчас уже. Но на то время прикольно было. Он прикольный тем, что вот он так вот в медиа двигается, что он один и вот. Ты как-то к нему приблизишься. Он своей позиции четко. Короче, очень принципиален и… Прикольно, что он так принципиален. Почему пути разошлись? Один из советов Rocket, короче, был, что он мне сказал… Все эти рэперы, они *** не надо с ними общаться ни за что. Короче, они *** говорят. А я малой и мне очень хотелось коммуникации на то время. Плюс тогда вот эта вот вся ситуация с байтом была, короче. Ну просто никак со мной не поговорив, просто от меня все отписались и все. То есть из-за того, что ты украл трек артиста «Каждами», пацаны от тебя отвернулись? Ну не только из-за этого совокупность вот еще, что я начал с другими артистами тоже общаться. Они же вот только вот они и все. Больше никого. Вот я выбрал другой путь чуть-чуть, он мне интереснее. Это сильно тебя тогда деморализовало? Не, вообще *** не было. Чего меня я должен расстраивать? Зачем мне делать так, чтобы мне понравиться, не знаю, какого-нибудь Рокета условного? Надо же, чтобы я себе сам нравился. Наверняка же возникали проблемы, и когда ты выходил с кем-нибудь на коннект, и с тобой просто не хотели работать из-за истории с байтом. Да, была такая тема, была. У меня есть трек «Оксикодон» он называется. «Нам более быстрее него, много аптеки, нам нужно еще…» Там битмар х**, но неважно. Допустим эту ситуацию. Это его так зовут? Да-да, его так зовут. «Войстек» у него такой? Интересно. Да, именно такой. Короче, и была ситуация, что я должен был выпускать релиз, мне надо было купить у него бит. И он такой, нет, я Гли Стефану не продам. Он байтер. Он плохой. Короче, он придерживался своей позиции до последнего, верил в нее. Но когда предложили ему на пару десятков тысяч побольше, он в итоге смирился с тем, что бит мне и отдал его. А репутация байтера за тобой долго тянулась? Вот этот шлейф? Да. Ну пока я не показал, что я что-то могу и сам делать, то она тянулась за мной. То есть до моего второго релиза у меня плотно вот это клеймо байтера было на мне. Комментарии только из этого состояли, что вот я не Стефан вообще, я кэш-дамбе. Тебя-то задевал? Да мне вообще по*** на самом деле. Я такой, я же заставил вас писать об этом. Как-то. Писали вы бы просто агли Стефан без этого происшествия вообще в целом. Думаю, что нет, поэтому... Может даже гордился собой как-то, что я провернул вообще такую мега тупую, может. Как по-твоему, а воровать чужие идеи, треки, это нормально? Так нагло, как я это сделал, на самом деле, вообще некрасиво так делать. Тем не менее, у меня только мой творческий путь начинался. Я просто пытался найти себя, поэтому я в этом ничего в целом не вижу. Оплата карты. Коля, ну все, ты чего людей пугаешь? Да я просто хочу понять, вот как работает киберпанк вокруг нас? Ты же каждый день этими сервисами пользуешься, тебе что, не интересно? Да это все не так делается. Пойдем покажу. Тебе не надо разбирать вещи, чтобы начать в них разбираться. В этом помогут ребята из Яндекса, которые каждый год рассказывают о своих технологиях и обновления сервисов на конференции ЯК. Слышал? Нет. В этом году они превратили конференцию в мини-сериал, который выложили на Ютубе. Заценим? Погнали. Давай. Как придумывать новое, когда вроде бы все уже придумано? Вот, например, они рассказывают, как создавали собственную модель самокату. Компания даже устроила для самоката краш-тесты. А как еще потестить качество и безопасность? Слышал о такой штуке, как новая искренность? Яндекс, например, не стесняется говорить о своих факапах. Например, рассказали, как придумали доставлять хот-доги на стадионе прямо к зрителю на его место. И на первом же матче все пошло не так. Но выводы сделали, проблемы пофиксили и теперь все болельщики сыты. Вот ты, Коля, не научился отличать модную одежду от немодной. А нейросеть Яндекса научилась. Офигеть. На маркете можно покупать не только гаджеты и электронику, но и шмотки. От масс-маркета до премиум брендов. Чтобы подборки радовали глаз, нейросеть обучили предлагать то, что тебе захочется носить. Звучит, кстати, интересно. А что намещаешься? Там есть целый плейлист. И закинул я его по ссылке в описании. Вы тоже переходите по ссылке и смотрите, как ребята из Яндекса продумывают свои технологии, развивают сервисы и делают наши пущи. Стефан, бро, расскажи что-нибудь про треки, то что мы сейчас будем слушать. Х**й, е**й. Альбом, короче, у меня скоро выходит вот с этим вот человеком. Я его ментор был по альбому. Он писался, я его вот так держал рядом. Говорил, что нужно делать и как нужно делать. Я думал, он так вышел. Поэтому, если стримы плохие, то моя вина будет, а не его. Поставь две сотни рядом, ты получишь 300. У меня из фэкифлоу я шел на риске. Это Шайрак звук по Топау Мистер. Он сажал весь блистер. Бич Ра, ай. Так много ювелирки, сука, мне нужно три кисти. Эти типы сладкие, как будто я бы не Крис. Ну это вообще его первый альбом. Студийный. Это же его первый студийный альбом. В прошлое не считается. Типа там микстейпы и пишки. Первый альбом. И плюс он так долго с ним варился очень сильно. У всех артистов первый альбом это комбо еще в горле жесткий. У всех. А он еще и молодой. Ну то есть есть какие-то сомнения были, да? Да, конечно. Конечно, да. Но это все равно из-за времени. Типа тебе сначала все нравится, потом время проходит и еще пишешь, а уже все это не нравится. Эффект демки еще. Да, эффект демки еще. Короче, с этим трудно чуть-чуть бороться. Плюс трендовость меняется. Вроде одно сделал. Месяц прошел. Тебе кажется это не актуальным. А типы через полгода только это выкупают. Поэтому надо делать просто... Спорный момент. Но я думаю это очень жесткий альбом, будет очень крутой. А как будет называться? Альбом? 16, да? 15 будет называться. Так уже 16 декабря? Да. 29-го? Да. Уже вас? Да. В чем его изюминка? В чем его изюминка? Да. Он молодой романтик. Ни хуй еще. Красивый особенный. Он молодой романтик, который это отрицает. Так. Он еще бунтарь. У него максимализм. Бьет ключом. Он вкусно кушает, думает, что он самый главный. Но при этом он идет на поводу своих чувств. Он влюбляется, терзает себя и питается хорошо в ресторанах. Нормально. Самое главное. Уже пресс-релиз целый написал для альбома. Да. Так и есть. Это промо будет такое. Питается, влюбляется. Не, ну я считаю реально его треки они такие прям... А-а-у вот это... Мне все равно где ты, я заберу тебя в маску. Да. В этом месте, да. То есть и при этом он и поорать может. А при этом может и приласкать девочку. Он поэт своего времени. Лучше не скажешь. Лучше и не надо. Лучше и не надо. Лучше и не надо. Ну отдали. Ну отдали. А тут кто? А тут Юля. Ну привет. Тут Юля. У вас же разница в возрасте года три, да? Ну где-то так. Два где-то да. Ну где-то так. Ты в вузе учишься? Да, я студентка. На втором курсе? На третьем. На третьем курсе. А он по сути шкалопед. Подросток. Тинейджер. Ну да. Тебе вообще не скучно? Нет. Было бы скучно. Мне кажется, мы не были бы вместе. А так... Не знаю. Все хорошо. Все устраивает абсолютно. Фанатки. Наверняка же у него их много. Угу. Они ведь атакуют, наверное. Присылают какие-то фотографии в директ. Всякое присылали на самом деле. И короче присылали как-то... Была записка написана от руки, типа заявление. Полицию? Ну там типа от руки написано. Я такая-то, такая-то, хочу написать заявление. Пострадавший Дунаевский Степан Федорович. Просим всем ТГК Думикс, не знаю что-то, посадить эту нехорошую женщину на пол жизни. Ну это скорее тебя забавляет или... Да нет, я особо там как-то плохо не реагирую. Ну да, посмеяться-посмеяться точно. Можешь там скинуть друзьям, например. Ну забавно, да. Иногда пишут прям гадости, но... Это все фильтруется, все нормально. А сколько в среднем лет вот твоим поклонницам? 14-15 до... 20 там в общем-то. Это видимо ты. Видимо попала, да. Картины висят. Тут у меня золотой диск. За мной первую пишку. Вот эту мне подарили на концерте. Вот эту моя мама нарисовала. Вот эту моя сестра нарисовала. Это тоже мама рисовала. Ну вот тут это тоже прикольно. Орел. Видимо ты был в Орле. Да, я еще тарелку купил и поставил ее в поезде. Вот три поезда про... Почему? Проспали все. А что, в принципе, доволен вот этой гастрольной жизнью? Да, конечно, это кайф, но... Все равно выгораешь, конечно, типа и ментально, и... Школа или турлайф? Турлайф. Школу. То есть в школу не вернешься? Не, никогда. Короче, вот тут вот я... Как Паша Техник, короче, такой, думаю, надо трек? Потом ложусь вот так, думаю, эф, пи***ь. Через год, да? Тут вот у меня стул, как будто я стример. Я не х***ю, если что, не подумайте. Я нормальный тип, я это х***ю, да. Это игровой ноут у меня. Я бывает на нем иногда в кэску играю, очень редко. Когда мне делают не х***ю, то я вот играю. Там какой-то романтичный уголок, да? Короче, вот тут вот у меня... Ну такой уголочек, да, вот у меня. Игрушки всякие. Подвеску мне вот такую подарили в Казахстане. Ммм, прикольненько. Вот. Вот это мне... Бля, по-моему, я в Сургуте выступал, и девочка, короче, вот сама мне шила игрушку вот эту вот. Комиксы со Скалей вместе. Вот это на сниппет. Ау. Это на сниппет. Я хочу тебя трахать. Вот девочка подарила. Я съехал от мамы в 14 лет. Как она тебя отпустила? Ну, под таким предлогом, что вот мне надо работать, мне надо съехать, я не могу вот так вот. Когда вы вот все тут сидите, мне это сложно. Поэтому я уеду, буду работать. У меня вообще, в принципе, с обучением очень сложные отношения были всегда, и я... Как будто я ходил в школу, короче, просто когда я не спал ночами, я такой, а мне делать нехуй, иду в школу. Почему тебя не исключали, не оставляли на второй год? У меня договаривались, родители конкретно ходили, говорили с директорами, что вот такая вот ситуация. Это то, что я психически нездоров, вот, мне сложно ходить в школу. Еще вот музыка работает. А что у тебя? Ну, от меня скрывают эту информацию очень сильно. Я не знаю сам. А когда у тебя проблемы с основным начались? Как будто где-то лет двенадцать. Ну, мне просто было, короче, тяжело засыпать и тяжело очень просыпаться. То есть я мог вообще не спать, лечь, типа в десять утра проснуться в десять вечера. А сейчас у тебя получше с этим или все равно плохо? Ну, так все. Ну, как-то борюсь уже с этим. Я и таблетки, короче, пил всякие для сна. Ну, не знаю. Перестал. Вот так лучше. А ты в школе не был сколько, получается? Год. То есть ты после девятого класса, даже не закончив девятый класс, ушел? Да. Просто ушел. Даже выпускного не отгулял? Ничего, ничего, ничего. Гулять пошел. Колян, ты зачем выпуск остановил? Потому что есть важная информация. Всех денег не заработаешь, даже перед Новым годом. Я попробую. И расскажу вам про Еву. Это новый голосовой секретарь от Мегафона, который может отвечать на звонки, банить спамеров и самое главное записывать ваши разговоры. А еще знаешь, какая фишечка у нее есть? Какая? А позвони мне. Дай телефончик. Алло, секретарь Ева. Слушаю. Ева, хочу стать круче всех. Привет, привет. Ну вот когда запишешь и выпустишь свой лучший трек, тогда и набирай, поговорим. Узнал голос, да, узнал? Да. Это ж мой голос, конечно, узнал. Потому что я записал пасхалочку для Евы. И можно услышать ее, если вы позвоните кому-то, у кого есть Ева, и спросите у Евы, как стать круче всех. Ребята, это не единственная пасхалка от вписки, которая есть у Евы. Например, вы можете узнать, кто станет следующим героем нашего выпуска. Для этого нужно перейти по ссылочке в описании. Подключить голосового секретаря Еву и звонящий должен сказать ей фразу. Ева, запиши мне рэп. Ну, все, можно смотреть дальше. Телефончик-то верни мне. А не, я пойду уточню, кто станет следующим героем в вписке, если ты не против. А ты не против, конечно. Это моя мамуся. Зовут Ира. Он правда переехал в 14 лет жить самостоятельно? Да. Ты сразу с места в карьеру, да? Бросил дом, семью. Просто я такой вот лояльный родитель и понимаю, что нет смысла, если бы были запреты там какие-то вот так вот, душили бы, ну, это бы вырвалось в какую-то другую сторону, возможно. Не в творчество, а что-то более печальное и тяжелое. А то, что он вместо школы ездит на гастроли и пишет музыку? Я к этому очень лояльно отношусь, честно говоря, потому что не вижу в современной школе чего-то такого сверхъестественного, что она может дать. Пусть он наберет свой опыт и сам тогда решит, что он хочет делать дальше. Он же играл на виолончели, да? Да. Почему именно на этом инструменте? Непонятно. Ну, вообще понятно... Вообще там выбор какой-то был, я не помню. Нет, был выбор, знаете, как у всего израильского народа, был выбор либо виолончель, либо скрипка. А, так я начал, да, я начал играть еще, когда в Израиле жил. Его, видимо, привлек просто размер скрипка маленького. Начали как-то побольше держать, наверное, удобнее. Сколько им было лет, когда вы переехали из Израиля? Это был пятнадцатый год. Мне восемь было лет. Год, да. Восемь лет. Восемь лет. Мы постепенно изжили. И стало все там как-то грустно. Потом у нас там украли деньги. И Израиль очень дорогая страна. И у нас... Ну, просто из бытовых соображений. Нам было выгоднее жить в Москве. У нас была своя квартира в Москве. Мы в нее и переехали. Ну, я еще вернулся, денег вообще не было никаких. Когда я из Израиля вернулся в Москву. И, ну, типа, вот мы голодали даже. Я помню, такая вот тема была. Что ходили по соседям, просили у них там масло, сахар. Блины ели. И все. Ну, и друзей там не было. И так далее. Я ходил, знакомился просто по улице. Ходил на коробку в футбол, играл. Там уже какие-то знакомства заводил. Это долго был период? Год-два где-то. Как вы относитесь к тому, что он стал довольно рано самостоятельным? Очень хорошо. Я, в принципе, считаю, что пока ему нравится этим заниматься, то пусть занимается. Я сам вечернюю школу заканчивал. Потому что мне не хотелось. Я хотел... Хотелось мне медициной заниматься. Я учился в медучилище. Потом меня оттуда, когда ушел, начал в кино сниматься. Я начал зарабатывать большие деньги на выступлениях. Ну, какая школа при этом? В вечерней школе потом сдавал просто экстерно все экзамены и все. А он, мне кажется, не особо оторвет создавать экзамены в школе. Да что-то не особо, да. Вы тоже заметили? Мы тоже заметили. А вообще, думаете, нужна в современном обществе школа для подростков? У нас Степа несколько лет был на семейном обучении. Мы с ним сами дома занимались. Поэтому школа нужна для сашалайзинга. А современный сашалайзинг в современной Москве — это лучше, чтобы его не было. Там тебя быстрее подсадят на грязный крэк и на гадкого хмурого, чем... чем это ты сделаешь в подъезде где-нибудь или в приличном обществе в музыкальной школе. В моем детстве была семья у меня обеспеченная. У меня не стало двух моих бабушек по папиной линии и по маминой. И осталось две квартиры, получается. Тогда продали эти квартиры, и вот мы переехали в Израиль. Новая жизнь, кайф. Мой папа захотел там... Он познакомился с бизнесменом одним, захотел вложить деньги. Ну и так получилось, что его прокинули просто. Вот все эти деньги взяли и украли, короче. И мы там остались. Заскамили? Угу. У тебя была какая-то ревность к сестре? Да. Что родители переключили внимание? Да, резко переключили. Я не знаю, думаю, на мне это сказывается. И сейчас, короче, что у меня вот чуть-чуть внимания как будто не хватает до сих пор. Вот какая-то вот такая вот... Явилась. То есть чувствуешь себя отчасти таким недолюбленным ребенком? Да, да. Есть такая тема реальность. Давай вспомним какую-нибудь историю из Израиля, которая вот классно описывает твое детство, которое тебе запомнилось. Не знаю, мне почему-то в голову приходят какие-то... Вспоминания. Я вспомнил, как я в скейт-парке на самокате катался. И в каске с рампы упал просто назад и башко... А так мне больше не приходит ничего в голову. А рэп ты там же услышал? Я уже даже не помню, типа, что это было, но... Как будто на ютюбе я там услышал рэп, но это какие-то американские были треки. Не на иврите. Что-то было, не помнишь? Не. Чем-то лет шесть-семь было. А когда ты прямо вот этим заинтересовался? Вот что был за исполнитель? Может быть трек, который ты услышал и такой «Воу, я хочу быть таким же». Я Чивкифа когда услышал. Вот такое вот было. Это был, наверное, год. Пятнадцатый, шестнадцатый я вообще услышал трек «Лавсоса» из какого-то ремикса, короче. И вот начал просто на ютюбе вот Чивкиф-Чивкиф, короче, и смотреть вот исполнителей, которые похожи на него, которые в рекомендации выдавало. Вот так вот как-то увлекся. Почему Чивкиф крутой? Он тренд-центр просто. Он очень молодой. Не знаю, Чираковская же вся эта х**а еще была давно, но вот он как будто начал толкать это в массы вот этим вот он крутым. А что за история с лечением психиатрическим? Подростковые проблемки? Сложно сказать. Я думаю, был целый букет, включая вот эти вот переезды, смены страны, смены языка, потом… Появление сестры, школа, ну много. Как это проявлялось? Ну, Стефан уходил из дома. А дальше? Дальше пробовал траву разную волшебную. Меня вызывали доблестные стражи полиции, пытались вымогать денег. Я сказала, что нет, давайте мы будем бороться с вами вместе, объединим усилия. Поэтому они как-то очень быстро слились. Не хотели со мной объединять усилия и бороться. Ну, это ситуация безвыходная, когда для любого родителя, для любого… Это стресс огромный, который невозможен. Ты когда… Ну, когда ты мужчина, когда ты отец семейства, ты хочешь все держать под контролем, а это и есть вещи, которые ты не можешь поддержать под контролем. Ты не можешь взять своего ребенка, приковать наручниками к батарее и сделать так, чтобы он не выходил на улицу. Не можешь. У тебя нет на это ни моральных, ни юридических прав. По степе хотелось адаптироваться в новом обществе, с новыми друзьями. Ему было легче таким способом коммуникацию наладить, да. Не то, что коммуникацию, я просто думал, типа я буду… Покруче? Я буду крутой. Я употребляю наркотики, я крутой, значит. Стал крутым? Не. Когда ты первый раз прибухнул? Наверное, мне было, короче, лет десять. Вот. Вот мне было лет десять, это была лютейшая писка с моими друзьями. Меня там набухали каким-то вином и водкой. Я потом блевал. Когда ты первый раз покурил? В одиннадцать. А во сколько лет ты впервые покурил не сигарет? Все, что курит, я покурил в одиннадцать. А вот почему у тебя в одиннадцать лет это началось? Кто был катализатором? Из-за компании. У меня был друг, который был старше меня на четыре года. И у него там конкретные были проблемы в семье. То есть у него отец умер, когда он совсем маленький был. Ему было, я не знаю, сколько лет, десять, наверное. У мамы у него алкоголичка, короче, прям конкретно. Типа ей сорок, она выглядит там на шестьдесят лет. Ну вот такая вот тема. Был такой вот, типа, интернет-ребеночек, который был за все. То есть ты быстро стал аптечным ковбоем? Угу. Да не то, что аптечным. Реально, я вот ел все, что мне дают, короче. Ну просто мне интересно было. Как это было? То есть ты приходишь домой, ты что-то принял, и ты себя ведешь неадекватно или что? Ну бред какой-то несу просто. Вообще непонятные какие-то вещи. Вообще не на русском даже, как будто что-то я говорил. Как будто бесы вселялись? Да, как будто вообще демоны были во мне конкретно. Как будто я в черта превращался. Ну то есть строчка, я три года назад торчал, а теперь я звезда, она правде. Да, факт, факт, да. Вот к этой наркологичке слэш-дурке привел какой-то длительный период твоего аптечного буйства? Все лето я так буянил. Что стало последней каплей? Когда я на неделю ушел из дома, просто к другу. Пришел домой к маме. И она у меня, короче, спрашивала даже, вот Степ, скажи мне какой день недели сегодня? Я не знал, какой даже день недели, и она такая, все понятно. Что вы делали с другом? Таблетки хавали. Гуляли. Я вернулся домой, вот меня заперли дома, ну пару дней, и потом я уехал. Разговор был, но все эти разговоры, они были бесполезны, по сути, своей, пока Стефан не попал в клинику, не посмотрел, какие там на самом деле проблемные есть ребята. И я думаю, что Стефан до сих пор помнит, что я приезжала к нему туда каждый день на протяжении полутора месяцев, в отличие от остальных детей, которых сдавали просто. Там были ребята, которым никто не приезжал там по три месяца, по четыре, по полгода они там просто лежат и все. Ты долго там еще лежал? Полтора месяца? И как были ощущения после выхода? Кайфовал. Снова? Пытался, снова пытался, но его, так сказать, приструнили, сказали, что если будут еще дополнительные попытки, то тогда придется задержаться там чуть-чуть на подольше, чем полтора месяца. Пытался кайфовать, короче, дальше он что-то понял, что мне не надо это просто еще. Короче, меня же туда отвезли под предлогом, что я там просто поговорю и уеду. Подходит медсестричка, берет меня за руку крепко-крепко, короче, и ведет куда-то в какое-то здание. Я прихожу там, мне одежду выдают, я захожу просто в палату, в четыре стены. И лежит еще один человек. Меня на нее кладут, и все. Я там остаюсь. Я тогда вообще так оху... Сильно, наверное, сильнее всего в жизни, я вообще не понимал, что происходит. Что вот самое жуткое видел? Ну там же вообще, короче, люди. Там был карлик с нами. И его однажды, короче, взяли и запинали. Очень жестко прям. Очень сильно просто толпой его взяли и ногами запинали карлика. За что? Да потому что он карлик, типа. То есть там какие-то прям были отбитые люди? Там вообще... Далекие от мира были люди. Тебе было не страшно за свою безопасность? Ну там, не знаю, там максимум, чем тебя угрожать могли, это просто тем, что тебя отбили максимум. А если там кто-то лез в драку, то его кололи аминозином, короче. Это такая х**. Она в кубах, типа. Тебе ее вкалывают. И ты спишь там по дню, по несколько, короче, от кубиков зависит, сколько тебе вколят. Ты там можешь хоть неделю проспать. В принципе, можно было уже успокоиться, потому что это х** много останавливало всех. Кто из пациентов запомнился тебе больше всего? Короче, я не знаю, что там была болезнь, какая у него. Он вообще реально, да, демоном, прям был. Он, короче двигался даже вот, не знаю, как будто в нем реально демон. Как будто он взлететь хочет. Который орал на всех просто так, типа. Ээээ! Оuff. Столы кидал просто. Он мог сесть, поесть, взять стол. Боится, я его боялся прям. Хоть он меньше меня был, но я все равно очень боялся. А кто из врачей тебе запомнился? Может кто-то с тобой общался, работал персонально? Я не помню, короче, как звали этого врача, но он был самый главный. Он так любил, короче, как-то посмеяться над пациентами, типа. Он прям вот давил на меня то, что я тут нахожусь, блять, то, что я наркоман, то, что я никогда отсюда не выйду. Вот я меня бесил прям и запомнился, наверное. Но ты же, наверное, хотел выйти на зло ему. Да, я вообще сбежать хотел на зло ему, но не получалось особо. А ты пытался? Нет, это вообще невозможно было. Я какие-то, может, планы у себя в голове продумывал, но там, чтобы ручку просто двери открыть, тебе нужна была вот как ручка от окна, короче. От окна открываешь, вот такие вот ручки от двери, и вот они именно как ключи используются там. Вот поэтому было очень сложно. Каждый день считал время до выхода? Каждый день я считал, да, короче, когда неделя оставалась, я вырвал листочек белой бумаги, сам там, короче, сделал черточки и зачеркивал их. Когда неделя оставалась, я зачеркивал прям черточки, короче, до выхода из лечебницы. И вот последняя, короче, клеточка, она прям желтая такая была, типа, радостная. Свобода, да? Свобода, да, победа. Ко мне приехали мама с папой, я прям в слезах их умолял, кричал на них, чтобы они меня забрали оттуда, потому что я не могу, я скажу, с ума. Мне вообще очень плохо, и мне сказали, что вот, тут недельку максимум, полечишься, типа, все будет хорошо, не переживай, чуть-чуть осталось. Ну вот со временем мне просто, наверное, по*** стало уже, я привык, и все. Как они вообще потом тебя отпустили жить одного? Вот самое главное, наверное, я реально скажу, что, п***, как важно доверие родителей между детьми, его очень легко потерять, его практически невозможно вернуть обратно. У меня получилось, вот у вас что не факт, у вас не факт, что получится, поэтому дорожите им очень сильно, если у вас есть доверие, и оно еще не п***. Знаешь, как я, короче, вернул доверие, я просто врать перестал. И все, родителям просто стало честью. Что даже из к*** происходит, о которой не должны знать родители, я все равно говорю им о ней. У тебя набита татуировка, при этом на лице, под глазом. Почему ты набил именно слезу под глазом? Короче, у меня был друг Марат, 9 лет, его нас разбила машина прямо при мне. Мы играли в футбол, короче, на стадионном поле, и там две дороги, короче, они соединялись друг от друга, но недалеко был переход. Машин вроде нету, мы, короче, перешли, когда не было машин, а он не успел просто, его сбило машина. Это вообще жестко было, его сбила машина прямо на наших глазах, и мы побежали сразу к его родителям говорить, что вот такая вот разошла. Когда татуировку набила? Недавно. Где-то в июле, короче. Она не черная, она залита красным, то есть у нее черные контуры, она залита красным, я тем самым показал, что... Короче, у меня тоже есть какая-то внутренняя боль, она просто внутри у меня, я не показываю свои слезы. Вот так вот. Как вообще Стефан попал в ваше комьюнити? Ну я помню, когда я его первый раз увидел, ему было, сколько тебе, 12 было тогда? 11. 11 лет. Ну да, где-то 11-12. Я тогда выпустил первый EP на площадке, к сожалению, этот рап, мы там были на мероприятии, и он ко мне подходит, прям ребенок такой говорит, я послушал мясо, все такое. А я там вообще неизвестный, у меня там очки еще сломаны, все такое, вообще брок движение, мне очень приятно было. Стефан, а ты же вообще серфишь ноунеймов западных регулярно, то есть ты такой глубоко погруженный человек в то, что происходит в трендах, в индустрии в целом. Реально ты делаешь это? Лучше бы уроки делал он. Кто тебя зацепил в последнее время? Кто вдохновил? Ну вот героин Воттер, он любит очень слушать. У тебя есть тип такой Summers, он как будто. Ну слушай, они Ито слушали раньше всех, типа я помню, когда соскали, слушали Ито, и там многие пацаны из наших вообще не выкупали, бесил, их бесил этот звук, и все в этом роде, проходит полгода, они такие, блин, типа кайф. Потом проходит еще год, и вся страна такая, о, кайф. То есть это так и работает. То есть даже бывает момент, что, не знаю, он мне может что-то скинуть, и я понимаю, что я вот уже не так слежу, там еще что-то, то есть у меня там есть свой уже жанр, который мне там нравится в нем плавать, все прикольно, я уже не так на все внимание обращаю. А он еще и молодой, по-другому информацию лавливает. Типа он как губка все в себя впитывает. И по ходу плохое тоже впитывает. Музыка-то его. Как вам? Мне нравится. Заходит? Заходит, да. Мы вот недавно были с сестрой Степой, она ходит на капоэру, и тренер у нее тоже такая продвинутая. Я говорю, вот у нас есть там брат, он рэпер. Она говорит, пришлите послушать. Я все отправила, как зовут, она сама нашла, потом мне приходит обратно там сообщение, что я послушала, вообще классно, круто, у меня есть 10-летний сын, я тоже ему дам послушать. Я говорю, а там ничего, что там как бы немножко... Опасно. Лексика такая стремновата. Она говорит, не-не-не, все нормально, все хорошо. Сестру-то не занимают у него в школе? Сестру в школе нет, в школе наоборот, никто не верит, даже когда Стефан приезжает, иногда ее забирать на черном-черном мерседесе. Но написывают поклонники творчества, и мне тоже периодически названивают. Прям звонят, говорят, а Стефан выйдет, я говорю, нет, сегодня он не выйдет, наказан. А как вам содержание его песен? Особенно не романтических песен, а таких с бэт-барсами? Таких грязненьких. Мне нормально, мне норм, ничего. Да где я, где морализаторство вообще? Где Крым, а где дача? Вы же тоже стали звездой в юном возрасте. Да, Стефан меня обскакал, во-первых, стал сильно популярнее, чем я, во-вторых, он это сделал в 14 лет, а я сделал это в 17 лет. Ну, жизнь становится быстрее, время течет. Конечно. У меня была какая-то внутренняя готовность к этому. Пока снимался фильм, уже меня предупреждали о том, что есть вероятность того, что на меня обрушится шквал писем. Тогда это все были бумажные письма, что у меня обрушится шквал внимания, заслуженного и незаслуженного. Я к этому был готов. Конечно, проблема, когда люди с тобой хотят познакомиться не потому, что ты классный пацан, а потому что они тебя знают, им престижно. Можно где-нибудь козырнуть, а вот я, для барышни особенно, там где-то козырнуть в девчачьем обществе, а вот я вот там шпильвили там с таким-то, вау, это все круто, вау, ну прям вообще. А девчонки бегали за вами? Да не совсем так, там была другая проблема, наоборот, противоположная. Без того, чтобы просто перепихнуться, они все за меня хотели замуж. Ага, ну это опасно. Ну опасно, страшно, пришлось жениться. Вчера мы познакомились с твоей мамой. Ага. Сегодня мы познакомились с твоим папой. Сейчас между ними развод. Как ты все это переживаешь? Ну я стараюсь не думать об этом просто. Просто стараюсь себя занять чем-нибудь другим. Но это тяжело дается. На самом деле это уже так долго длится, мне так надоело это, поэтому стараюсь сейчас просто не думать об этом, короче. Ты понимаешь, что скорее всего тебе придется ходить в суд? Да. Это полная х**а. Вообще я сейчас не очень хочу идти на нее. Типа у меня будет, получается, суд, он будет за два дня до моего дня рождения. Там еще Новый год, поэтому не знаю. Вообще не хочется как-то думать об этом. В празднике, считай. Как сестра переживает все это? Или она еще слишком маленькая? Да она слишком маленькая, да. Я вообще постараюсь сделать все для того, чтобы моя сестра вообще ни в чем не нуждалась, когда подрастет. Давай вспомним какое-то самое милое воспоминание о вашей семье. Я помню, когда у меня был день рождения, мне исполнилось 7 лет, и мне тогда трюковой самокат подарили родители. У меня до этого не было самоката, я очень хотел кататься. Вот мне тогда самокат трюковой подарили родители, я только на нем передвигался, даже ногами не ходил. Куплен он был в четырнадцатом году, а продал я его где-то, наверное, в семнадцатом только, короче. Ну нормально прослужил. А ты думал вообще когда-нибудь пойти по стопам отца и стать актером? Не, никогда не было. Но из-за того, что у меня отец актер, короче, когда я в Израиле жил, меня один раз позвали на кастинг. На какой-то фильм российский, короче, отсняться. Там попросили отыграть роль, и я ее очень хорошо отыграл, короче. И все, я про это забыто было. Но у меня это не знаю, мне это интерес никогда не было, я не знаю, вряд ли будет. Я думаю, это очень тяжело. А сколько раз ты смотрел фильм «Курьер»? Два раза. О чем этот фильм? Как ты сам можешь это объяснить? Не знаю, я его, короче, смотрел, когда я был очень маленький, но мне кажется, что... Да х** нет вообще. Не знаю, для меня это просто фильм, где мой отец отснялся такой, с юморком. Ты узнал себя в герое? В плане поведения, да, узнал. Объясни. Ну такой там герой, не знаю, на угарах, короче. Ходит, угорает что-то надо всеми. Такой, он вроде понимает все, а вроде не совсем серьезный, вот такой, вот чем-то похоже, короче, на меня. Итак, друзья, у нас сегодня наша традиционная любимейшая рубрика. «Трэп-викторино», похлопаемся. Уху! Трэп-викторино. Вау! Вау, трэп-трэп, вау-вау-рэп. Сегодня за эту квартиру сражаются две команды, две команды, в правом углу. Непонятно. Непонятно, Гэн. Непонятно, Гэн. Похлопаем, непонятно. И в левом углу. Поведители прошлого выпуска. Команда. Претензия. Претензия, моб. Претензии к ним будут. Так, а почему у вас один участник по компьютеру? Он боялся приехать. Я забыл, я себя плохо чувствую, я болею. Он боялся приехать. Они говорят, что ты боишься приехать просто. Так, брат, ты если не заметил, они только и делают, что говорят. А, стоп, стоп. Не подписывайте меня стримером, блядь. Давай тогда геймерам. Нееет, ни х**а. Музыка. Артист и не музыка. 3D, 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 3D. Я вам страйк кину наху. 3D артист. Так это какой мем зато. Ага, я из-за этого стримить перестал. Назовите третью планету в солнечном. Да, блядь. Вот это нормально. У нас есть несколько вариантов. Меркурий. Ага, ага. Вариант 2. Ага. Марс. Марс. Вариант 3. Венера. Марс. Вариант 4. Земля. Марс. Точно Марс? Да. Вы уверены? Сто процентов. Марс. Это неправильно. Земля! Земля! Я е*****. Тихо, тихо, тихо. Попрошу не оскорблять команду оппонентов раньше времени. Какая из этих птиц самая умная? Варианты ответов. Попугай, орел, ворона, петух. Ворона. Ворона крадут с мусора к блестяшке. Вороны умеют хитрить и обманывать людей. И головоломки решать еще всякие. Да. Ворона. Мне отец с детства говорил, что вороны реально самые такие. Петух, пацаны, петух. Доверимся жестко. Орел, орел, петух. Я думаю, что орел, но ответим вороны. Вороны. Петух. Финально, точно? Орел, орел. Петух. Уверен. И правильный ответ. Ворона. Хорошо. Это жизненный опыт, а не какие-то интернет приколы. Какой орган в человеческом теле самый большой? Вариант. Желудок, половой орган, кожа, сердце. Кожа это орган даже? Смотря какой половой орган. Смотря у кого. Конечно. Смотря какое сердце. И смотря какое сердце, конечно. Так, не совещает. Эээ! Вон он подставит. Половой орган. Да это классика, а не только так. Половой орган. Итак, половой орган. Финальный вариант какой у вас? Тихо, какие варианты? Варианты ответа. Это – половой орган. Нет, нет, тихо, тихо. Желудок, половой орган, кожа и сердце. Сердечко. Пусть подскажет вам, правильный ответ. Желудок. Да не, бл Давай кожа какая-то яхар. Надо такая, подозрительная. Точно? Кожу давай. И это правильный ответ. Похлопаем, похлопаем. Стефан Тачек. Ура. В каком городе древней Руси проходили народные собрания, которые назывались Вечи? Варианты ответа. Москва, Ярославль, Новгород, Смоленск. Я думаю. Новгород интуитивно почему. Мне кажется вряд ли Москва, потому что Москва столица, вряд ли тут какие-то такие приколы. Давай подумай, смотри. Москва просто уберем. Да. Еще остается, что Новгород, Смоленск и Ярославль. Ярославль недалеко от Москвы. Новгород, 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 как будто. Как будто Новгород так, Новгород. Новгород давайте. И это правильный ответ. Похлопаем. Сложный, сложнейший вопрос. Изи. Наугад, блядь. Сложнейший, но для кого? Наугад. Непонятно, брат, непонятно. Они лезунчики просто. Не-не, мы просто уберем. Реально. Лаки-лаки. Что скажешь про биф Оксимирона и Моргенштерна? Оксимирон мне вообще не нравится. Вообще не? Это полная ***. Оксимирон, не делай рэп вообще никогда больше. За что так, старичка? Это неслушабельно. 8 минут он какую-то ахинею несет *** непонятную человеку. Так, ади с Моргена. Ну норм, типа пойдет. Короче, я за Моргена. Ты вообще смотрел хоть один выпуск «Версуса»? Я много смотрел. Я уж там не вспомню, у них какие-то ники немного сложные, нет такой ***. Баттл рэперов. Ну, Агли и Стефан тоже не самый простой ник. Запоминающиеся у них ники, короче. Ждешь «Версуса», Моргена и Окси? Не, я бы его, наверное, не стал смотреть. Для меня час, где, короче, два типа стоят ***, сосед друг к другу просто вот так вот тебе в открытую кайту ***. У тебя же должен был выйти фит с Егором Кридом. Зашел просто так в диалог с Егором Кридом, он мне там принять запрос, хотя сообщения нету. Я такой, у меня есть трек один, напишу-ка я Егору Криду, что есть один трек, на котором я его слышу. Вот я написал, он ответил. Мы списались, я ему закинул трек, он сказал, нормальный трек, давай, я на него залечу. А потом тема замялась? Да. Почему ты не вернулся к вопросу? Да мне уже, не знаю, уже не так интересно, наверное, было. Скали Милана не отговаривала тебя от этого фиточка? Нет. Наоборот, все угорали, типа, как Глистефан и Егор Крид. Как будто это бы просто забавно было. Ну, просто такой фит, который, ну, как будто невозможен, типа, его не представить. Ну, это как, типа, недосягаемая какая-то коллаборация, типа, я себя выпустил, просто все... Фит с Егором Кридом или фит с Кезаром? Фит с Егором Кридом. Фит с Оксимироном или фит с обладает? С Оксимироном. Подожди, ты же пять минут назад говорил, что Оксимирон... Лучше Оксимирон, чем обладает. В Телеграме у тебя обнаружилась фотография с Янг Трэпой. Как она была сделана? Она была сделана, короче, у клуба «Симач». Там тогда был вот Пашок, мой менеджер. Я тогда просто приехал, и там был Трэп тогда. Ты его узнал? Он ко мне сам подошел, в этом прикол. Он ко мне сам подошел и такой, давай фоткаться. То есть я даже не просил фотографий. Он говорит, все, давай фоткаемся. Что он хотел фит мне продать? За сколько он предлагал? За 20 или за 25, я не помню. Помню, 25 все-таки. Когда сегодня Трэпу, по сути, легенду, первопроходца, диссит Скали Милана... Это хорошо или плохо? Ох... Объясни. Потому что Трэп сейчас очень жестко скатился. Это же вообще не то. Он вообще какой-то далекий стал от индустрии в целом. Как будто ему отдыхать уже пора вот. Как будто он дедушкой стал реально в рэпе. Ну дедушкам не надо сейчас делать просто ничего. Если они не хотят что-то про себя слышать такое. Надеюсь, Трэпа не обидится. Пох... Тебе же не привыкать быть менеджером молодых звезд? Не привыкать. Первый рэпер, с которым я работал, был Лоттери Биллз. Потом Поляна. Потом еще объединение Новая Москва. Потом Фейс, потом Трилпил. Потом еще с десяток других малоизвестных артистов. А потом уже я открыл свой лейбл. Какие сложности работать с чувачком, которому нет еще 18? Только один есть минус. Это может быть и не сложность возраста. Это вот конкретно к Стефану относится. Потому что, в принципе, не у всех в таком возрасте есть такая фишка. Мнение по поводу релизов, обложек, выступлений и всего прочего меняется 10 раз в день. Биполярочка чуть не в голову. Кукуху ломает? Нет. Ну, ломает всем определенно. При первой известности большой, при первых деньгах больших, конечно же, но это испытание определенное для всех. Но из-за того, что опыт имеется, поэтому держим все под контролем. У Стефана есть очень крутая штука. Стефан понимает, что ему 15 лет. И в силу этого он понимает, что он еще много чего не понимает. И поэтому, когда ты ему доходчиво просто нормально все по полкам раскладываешь, объясняешь, он такой, а, все, базар услышал, я просто этого не знал. Насколько часто ты с родителями его общаешься? Ну, стабильно, поддерживаем связь, не знаю, раз в неделю с мамой созваниваемся. Всегда такая история, когда родители такие, да ты херней занимаешься какой-то, это не будет ничего приносить. Да первые котлеты, принесенные домой, когда ты первую котлету родителям приносишь, они такие, все, базара нет, занимайся чем хочешь. Так, а первую котлету ты уже приносил? Да. 100 тысяч я маме принес. Да, это было годик и полтора назад, мне мама позвонила на следующий день и говорит, Паша, не знаю даже как сказать, вот вчера Стефан ушел с тобой гулять, а потом пришел домой и мне положил 100 тысяч на стол, папе положил 100 тысяч на стол и ушел гулять. Говорит, я потом так разревелась, мне так приятно было, спасибо большое туда-сюда. Когда у тебя появилось первое большое бабло? В четырнадцать. В четырнадцать лет. Ты помнишь какую-то прямо сумму, которая прилетела первой котлеточку? Первый миллион. Я тогда продал релиз. Фака Гри Стефана и миллион получил за него. И тогда были первые большие деньги. Аванс от лейбла? Да, это были мои первые большие деньги. Как отметил такое поступление средств? Да никак. Пошел чуть переоделся. В ЦУМчик? Да, маме чуть денег дала, в принципе особо. Никак не праздновал, просто приятно было. Че купил в ЦУМе? Худи купился. Больнесяга худи. Как будешь праздновать свой день рождения? Он же у тебя в конце декабря. Я не знаю, я не думаю еще об этом. Как будто это обычный день, вообще для меня это не является каким-нибудь праздником. Тебе же исполняется 16. Грустно же. Почему грустно-то? Да тебе это ближе к смерти же. Кто на тебя оказывает большее влияние? Паша или Скалли? Скалли. Кто дает тебе лучшие советы? Паша. Не то что, короче, Скалли мне прям выдает какие-то прям советы. Я и так в принципе все понимаю, но просто я вот смотрю на него и понимаю, что вот так вот надо делать. И все типа как-то, не знаю, визуально там и так далее. А чему он тебя научил? Самое главное, что он тебе дал за это время? Искренность какую-то, короче. Он мне показал, как надо вести себя в целом. Я такой был очень застенчивый, короче, тип очень стеснялся. Вот он мне показал, что должно быть вообще по***. Он показывает себя настоящим. Тебя не парило, что ты немножко в тени его находишься? Да я не ощущаю себя в тени. Просто что мы делаем, делаем вместе и кайфуем. Скалли хороший друг. Расскажи какую-нибудь историю, которая вот описывает его как классного товарища. Короче, с Калли у него очень много выступлений. И я чисто, короче, из-за дружбы погнал в пару городов с ним. Я просто гонял с ним и тоже с***, как и он и так далее. И он просто типа… Потом, когда мы уже в какой-то другой город вылетали, в Уфу мы вроде вылетали. Он типа мне взял просто и деньги скинул за то, что типа просто так с ним, считай, гоняю. Тебе было интересно со сверстниками? Вот как будто прям с детства я общался с теми, кто меня постарше. Даже в футбол гонял играть с теми, кто меня постарше. И со сверстниками я поэтому не общался. Ну были, конечно, исключения тому же. Три человека из моего класса, например. А девчонки тебе какие нравились? Тоже постарше? Да, конечно. Помнишь свою первую любовь? Мне было 11 лет. И девочку звали Даша. А ей было сколько? Ей было 15. А я тогда еще малой был. И я, короче, пи***ал с тем, что мне 13 лет, а не 11. Я с ним даже простречался какое-то время, может, месяц-два. Но вот потом все явным стало. В смысле, она выяснила, что тебе 11 и бросила? Да, да, да. У тебя были проблемы, когда тебя булили в школе? Нет, никогда. Только я такой пи*** страдал. Меня прям весь класс мой ненавидел, реально. Вот меня просто ненавидели все. Учителя, одноклассники. Никто меня не любил. А что ты делал? Да просто это повод мне дай, я угорать буду очень жестко на тобой. Вот реально. Только повод. Типа срывал уроки? Срывал уроки, просто да, да, одноклассников это делать. Такая тема была. Ну не знаю, я такой обиженный чуть был вообще на школу свою. Про меня слухи вообще очень лютое ходили. То, что я чуть ли не на героине, когда я после больницы вышел. Я общался только с 11 классом. И там по всей школе со всеми классами, короче, классные часы провели. На 1 сентября, как я только вернулся. И запрещали прям со мной общаться. Потому что я там наркоман, вообще я киборг, убийца. Со мной вообще нельзя общаться никак. Просто никак. Я подстрекнул один раз Типа на то, чтобы он... Его девочка, короче, что-то ему там сказануло, обидное. Я его подстрекнул Типа на то, чтобы он ее взял и в шапку носал. Носал в шапку? Да. Она ее потом одела и пошла. У нее, короче, потом мама приходила разбираться, кто носал в шапку. А ты же х**ла очень. Да, вообще полная. Стыдно было? Прости меня, пожалуйста. Стыдно? Да, конечно. Ты можешь сказать, что ты был другим человеком 3 года назад? Да, да, да. Я был менее осознанным каким-то человеком. Мне вот вообще по х**ле. А кто тебе помог поменяться? Ну, мое окружение, наверное, сейчас. Потому что сейчас в моем окружении все сильно очень старше меня. Юля? Да, Юля, Паша, Скайли. Всем от 20 лет, считай, сейчас в моем окружении. Поэтому вот так вот на меня влияние оказывают, да. Баллончик. Это для облы. Для кого? Для обладают на всякий случай. Почему? Боюсь его. Не знаю. У меня фанаты немножечко короче. Как будто у меня вообще очень токсичная аудитория и вот на всякий случай надо вот такую тему брать. А ты прям с собой возишь на гастроли? Ну не, в аэропорту не пропускают, но у меня в райдере прям есть. Случай со Скайли в Питере повлиял на это? Да, да, да. Думаю, да. У меня было выступление в Питере. Туда поехал Скайли и Шайни. Выступление мое закончилось и мы поехали в отель отдыхать. Там уже какая-то белка началась, короче, музыка играет на сто на этом телевизоре, тарелки летят в стены. В этот день, когда мы заезжали в этот отель, там короче отель, он находится на территории жилого дома прямо. И нас предупредил организатор перед этим, что там нездоровый человек живет вот именно над нами. Короче, который помешан на тишине. Там была даже история у этих оргов. У них, короче, студия находится тоже в этом же доме. И они один раз, короче, что-то громко музыку послушали, но они же там пишут и там все это страдают. И он им даже не делал никаких замечаний, просто пришел, обоссал дверь и ушел. Но она вообще была, мы тусить, нас с ней... Этот тип пошел и попросил охранников, чтобы он пошел к нам. И попросил нас, чтобы мы были потише. Нам начало казаться, что пришел не охранник. То, что пришли менты. То, что все, нас сейчас увезут, все, конец, все закроют. Ну, я такой, все с Калли, короче. А там отель же на первом этаже, я такой, все, через окно. Через окно. Берем, убегаем, в другой отель заезжаем. Я открываю окно, такой говорю, с Калли, все, давай, давай, прыгай. И в этот же момент проходит, короче, этот мужик. И он такой, типа, что вы тут делаете? Скалли такой, а ничего, ничего, это наш номер, ничем мы тут не делаем. Он проходит дальше, короче, делает вид, что он проходит дальше. Я говорю, с Калли прыгай, с Калли прыгает. И вот с Калли прыгнул, я за ним, я поднимаю голову, и мне, короче, сразу прилетает по... Моментально. От мужика от этого? От мужика до этого. Ну и мы не одни были в номере и просто все попрыгали, ну и как-то его замесили в итоге. Он убежал. Мы по Питеру бегали, кричали ему всякие гадости. Ну не догнали. Не догнали, да. Ну вот. Я вообще бежал, кроссовок потерял. Ну кроссовок ты нашел? Кроссовок, да, вот стоит. Черный? Черный, да, вот этот вот. Вот именно вот он, тот самый. Чем вот эта вот история закончилась? Какой вывод сделал? Вот такой вот вывод делали. Что такая тема нужна? Этот мужик написал заявление, да, и кому еще это все было вывозить, само собой. Я поехал. Пока мы сидели вечером в полиции, пришли дети этого мужика и говорят, что случилось, что с нашим папой. Они говорят, не поверите, но его побили. Рэперы Скали Милана и Агли Стефан. И они чуть не описались от счастья. Они были, они были так счастливы, что… Ура! Нашего отца побил Скали Милана. Да, но по итогу все закончилось, да, хорошо, потому что полиция тоже нормальными оказались. Они сказали, герой 15-летнего парня бить нормально, а как только сам получил, сразу заявление писать. Ну и все, на том и разошлись. Проговорим историю вашего знакомства со Скалли. Я написал первый Скалли, короче. Я написал, что вообще мега… Он делает, и то, что я что-то совместно хочу сделать с ним. Он такой, типа, закидывай треки свои, я ему закинул, он такой, ой, я слышал, мне кидали, типа… И вот, и мы на этом как-то вместе сошлись. А вас объединила любовь к Скаму и к Скамрэпу? Угу. Да. Да. Но ты ведь не Скамил. Скамил. Скамил? Да. Факты есть? Есть. Какие? Ты читал, что на Скамил на кроссовке? Да, да, было. Я их потом выбросил. Короче, я тогда сделал фейковое объявление по продаже PlayStation. Типа, я попросил, чтобы у меня друг отфоткал свой PlayStation, я сделал объявление, короче. Ну и там была старая схема, короче, с ссылкой. Я по ней, типа, получил 30 тысяч рублей, пошел в ЦУМ и купил себе кроссовки Bape Star. Это два года назад было, получается, и вот я в треке зачитал об этом. Ну, стыдненько. Для трека-то вы, ебать, нормальный. Мы рэперы, мы должны быть х**ыми. Это как вам удобнее? Если рэперы не х**ят, то уже поп-рэп какой-то. Долго Скамил? Это был такой небольшой период, у меня тогда уже был рэп, и у меня появился кореш, который этим активно занимался. Он меня потянул во всю эту движуху. Потом просто в моменте я дропнул этот трек, и все. У меня все пошло вот так вот в гору, и просто решил, что мне это не нужно. И все, ну реально зачем, если у меня деньги по факту даже рэп больше приносит, чем Скам. Так сказать, вышел из трэпа? Да. Ты нам сегодня рассказывал, что Скали Милана выступает для тебя в том числе ролевой моделью. Когда он приезжает в Питер, накидывается и начинает крушить гостишку. Такой пример ты с него берешь? Не. Ну это круто или не круто? Ну не знаю, с какой точки зрения посмотреть. Но я смотрю на это как, не знаю, как на какую-нибудь детскую глупость просто и угар. Не так много людей, которые могут так сделать. Накидаться и разбить номер. Я к чему это веду? Что Скали, он же такой панк из березняков. Ну. Классический нигилист. Ну. Вот. Который, у которого нет авторитетов, которые, мне кажется, о последствиях не думают. Не думал ли ты, что такой лайфстайл тебя может довести до большой беды? Я просто такой позиции, короче, придерживаюсь, что одним днем живу, просто не думаю, что завтра будет. То есть, считаю, что надо кайфовать так, как будто завтра вообще у тебя не будет. У тебя же уже была ситуация, когда тебе поступали угрозы после определенных фраз, сказанных в песне. Угу. Было дело. Ну, это было для меня уроком. Я понял, что так делать больше не надо и не буду так делать больше никогда. Короче, я записал трек просто, где скал полную, и он попал в сеть каким-то х**ом. Вообще непонятно, как его слили просто в сеть. Так получилось, что он очень сильно залетел в тиктоке. И мне начали поступать угрозы. Очень много угроз мне было. И я реально начал бояться прям. Я не знал, что, короче, мне делать. Это был просто шуточный трек, который был записан. Просто х**. Даже зачем он был записан. Просто по глупости. Когда угроз уже было слишком много, я принял решение, что надо извиниться. Просто публично сделать пост об этой ситуации. Вот и извинился. Все поняли, что я малой х**. Дали мне шанс еще один. В принципе. Вот так вот. После этого ты понял, что надо фильтровать базар. Да. Буквально вчера ты нам включал трек с большим количеством бэт-барсов. Местами достаточно грязных панчей. Местами выпадов в сторону всевозможных коллег по цеху. Если его под микроскопом рассмотреть, то, кажется, выводы ты не сделал. Ты не боишься, что ты, условно говоря, скажешь что-нибудь про какой-нибудь рэпера? Он приедет с ребятами и дальше начнется лещевание, как говорится. И извинения на камеру. Да пусть делают что угодно. Как угодно мне х** вообще. Я отвечаю за то, что я говорил. Что из этих событий произошло раньше? Давай. Первая мировая война. Отмена крепостного права. Смерть Пушкина. Столыпинская реформа. Отмена крепостного права. А нет, смерть Пушкина. Когда Пушкин умер? И когда произошла отмена крепостного права? В 18 веке. Хотя примерно. Очень давно был Пушкин Мамонт. Ну да. Ты же его не скамил. Продал Мамонту фейковую картину Пушкина. И это правильный ответ. Вы смогли. Пацаны, вы наугад делаете, мы на уверенном. Вот отлично. Мы знаем, мы знаем. Отлично, мы знаем. Так же подкованы, как и в прошлый раз. Какое слово в словаре всегда пишется неправильно? Какое слово в словаре? Которое с ошибкой. А прямо само слово назвать надо? Да, надо назвать само слово. Какое это слово? Всегда пишется неправильно. Это слово? Ошибка? Давайте, давайте, давайте ответим. Нет. Стой, стой. А есть варианты? Нет, вариантов нет. Нет, вариантов нет. Ты должен сам его придумать. Я не понимаю. Сейчас нам совещаться надо. Там есть слово, которое пишется неправильно. Да? То есть это может быть само неправильно, они имеют в виду. Нет? Я не понимаю. Ступо как-то хуйнует. Понятно. Неправильно. Неправильно пишется неправильно. Это правильный ответ. Слово неправильно. Конечно. Слово. Сколько месяцев в году имеют 28 дней? Лол. Ох… Блять. Ч… Чего? Чо за х… 12? Точно. Это финальный Ваш ответ. Точно? Мне кажется, да. Это точно конец уже. И это правильный ответ! Молодцы! What the fuck? Как спрыгнуть с 10-метровой лестницы и ничего не сломать? Воду. Как ни... Такое нельзя, как будто... Ладно, еще раз. Воду, нет? 10 метров — это 5 этажей, да? Типа того. 5-этажечка такая. Способ? Существует способ. Блять, подсказка уже есть. Ничего не сломать. Не прыгать с лестницы просто? Не прыгать с лестницы? Это ваш вариант ответа? Ну слезть просто. Слезть на первую ступеньку и прыгнуть. Нет? Не прыгать с лестницы. Выбирайте какой-то ответ. Не прыгать с лестницы? Да. Это неправильный ответ! Правильный ответ назвал Жоас. Что он сказал? Прыгнуть с самой нижней ступеньки. Это же лестница. У ежа 4 грамма, у собаки 100 грамм. У лошади 500 граммов, у слона 4-5. У Пинка сколько? У человека. У пинка? Непонятно. Непонятно. О чем вы говорите? О чем речь? О чем речь? О чем речь? О чем речь? Давай скажу. Давай. Омон. Правильный. Омон. Красава. О чем речь? 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 22? Нет. Нет. Да бро, дай ответить уже. Стоп, стоп. Мне кажется брат, теперь 22, 23. Дайте ему скажи, 23, 23, 23. Почему? Стой. А почему 22? 23, значит, я неправильно сочитал. А почему ты сказал 22? Читал вот так вот посчитал. Математика. Стоп. С отцу 31 год. Блядь, да подождите. Душнилый. Давай 23 вообще счастливое число. Мне сейчас 23. Мне нравится. Уже пофиг, мы уже и так доказали. Пинг. Финалитесь? Нет. 23 пинг. Все, давай музыкальные вопросы. Пинг. Это правильный ответ. Не знаю почему, но это правильный ответ. Хороша. У нас новая программа узнать за 5 секунд. Так. Ни у кого не украли название. Сами придумали. Эй! Со мной маленькая киска Хелло Китти. Это Агли Стефан. Они думали. Кто исполняет? Это Агли Стефан. Уродливый Степа. Название? Вот так тебя зовут. Название Хелло Китти. Агли Стефан, маленькая киска. А? Хелло Китти. Маленькая киска. Хелло Китти. Просто Хелло Китти. Переименовывая трек, чтобы они не отгадали. Хорошо, тогда вам. Кого вы там стоите? Из какого? Что значит, из какого? Вот если сейчас не отгадают, клянусь, конец дружбы. Да нахуй. Флексин это. О'Гисси читает. Неплохо, неплохо. Неплохо, да. Буши зашел, вопрос ребром. Это правильный ответ. Пока ошибок не было, да? Да. Сейчас дам, брат. Все хорошо. Не считая того вот этих двух слева ошибок. Кто выиграл? Скажите вы. Стефан Скали, привет вообще. Респект пацанам, спасибо. Это писка с Али Стефаном. Мне кажется, победили мы. Как думаешь, у Стефана будет долгое будущее? У Стефана будет будущее, конечно, долгое. Типа это определенно точно. Не однодневный артист. Здесь тоже, здесь все зависит от артиста. Здесь все, ну типа, тоже супер индивидуальная музыка. Музыка и шоу-бизнес это нихера не математика вообще. Здесь скорее астрология, как звезды сложатся. Вот Стефан уронил релиз в ноябре 21-го и 7 месяцев молчал. Хотя сейчас это вообще непозволительно считается. Сейчас считается, что как бы если у тебя какая-то там волна хайпа по шкале пошла вверх, то тебе нельзя останавливаться, потому что она иначе идет вниз сразу. Ты должен выпускать и выпускать и выпускать, чтобы идти дальше вверх. Но Стефан молчал 7 месяцев, не выпускал ничего. И у него каждый день росла песота и вконтакте, и в инстаграме. И, не знаю, тикток форсился, старые песни какие-то всплывали, опять в тиктоке шумели. Ну, короче, у Стефана это не прекращается. Стефан может себе позволить уже, наверное, типа как фараон год молчать, а потом выпускать, и все равно все будет. А почему молчал-то? Да по***ть не было. Как-то решил серьезнее, короче, к этому отнестись. И просто очень много работал, у меня не было особо времени уделять какой-нибудь такой вот медийный. Там фотографии или что-нибудь еще, короче, подогревание, вот и так далее. А почему ничего не выпускал? Я же только начал, но, по сути, вот у меня альбом, который будет вот сейчас, который выйдет, он будет первым вообще в моей карьере. Типа вот первый альбом. У меня до этого только две эпишки было. Если посмотреть, на площадке вообще у меня только 17 треков выпущены. Как бы ты хотел, чтобы вот выглядели три твоих следующих года? Я хотел дом купить, короче, но я хотел дом купить не маме, я хотел дом купить отцу, и вот постараюсь, на самом деле, звучит реально вполне. И мама у меня еще машину хотела. Какое? Мини-купер. Я просто запомнил, когда я еще маленький был, она вот постоянно, вот мы просто шли по улице, она такая, Степ, вот, мини-купер видишь, ты подрастешь. Я тебя жду. С детства тебя программировать? Да, поэтому, поэтому постараюсь в ближайшие три года все воплотить, что хочу. У тебя есть боязнь, что все может резко закончиться? Нет, нет. Ты знаешь такого чувака от Децела? Да. Представляешь его историю? Нет. Ну, он тоже в очень раннем возрасте получил известность, и там буквально через три года у него все закончилось, и он ушел в лютый андеграунд. Ну, мне кажется, это уже все на твоем внутреннем каком-то сознании играет. То есть я думаю, что если ты сильно в себе уверен и сильно не зациклен на все это и ментальное у тебя в голове, а просто работаешь очень много, то все нормально будет. Ты зациклен на цифрах? Нет. Ну ладно. Страх вообще есть такое, что альбом условно может не набрать? Да и похуй. Если наберет, то я пойму. Подожди, ты только что минуту назад говорил, что у тебя не похуй на цифры, а сейчас ты уже говоришь, что уже. Не, я говорю, что мне в целом, типа, похуй, если альбом не зайдет, то я просто буду понимать, что мне делать дальше, типа. Как, например, не делать, сделаю какие-то выводы. Да хуй знает, как он может вообще не набрать в целом. Чего ты боишься? Школы. Школы? Школы. Боюсь вернуться в школу, вот это я боюсь. Так, ничего в целом. И последний вопрос у меня. Стефан, по каким принципам ты существуешь в обществе? Ты по каким принципам существуешь в обществе? Смысл моего существования – это служение гуманистическим идеалам человечества. Основной принцип моего существования – служение гуманистическим идеалам человечества. А что такое гуманистические идеалы человечества? Да я хуй знает. Красава, давай. Лучше и просто. Поскольку ты человек не бедный и тратишь довольно большие суммы, то мы предлагаем впервые в истории вписки финально разыграть не какой-то приз от тебя, например, вот этот худосик, а разыграть деньги, если ты готов на это. Давай, как раз ни хуй не придумывай вообще, что подарить. В конкурсе, поэтому давай. 15 тысячам дарю. Вот. Ах. Не жалко тебе 15 тысяч-то? Не, а что для фанатов-то? Нужно написать в комментариях, что надо сделать, чтобы вернуть Аглия Стефана в школу. Как сделать так, чтобы он вернулся и доучился. Ну, как говорится, победил свой главный страх в жизни. Пишите способы. Обязательно вот здесь, прямо на ютубе, в комментариях, ставьте хэштег «конкурс» и обязательно как-то указывайте, как с вами потом связаться. Вот сейчас на экране будет пример комментария. Он идеальный и нужно быть как он. А еще обязательно подписывайтесь на наш канал. Вот сейчас появился в воздухе воображаемый колокольчик. Это значит, что вам нужно его нажать, чтобы что? Правильно, не пропускать уведомления. Еще у Стефана выйдет или уже вышел, я не знаю, когда вы смотрите этот выпуск, альбом, который называется «15». Обязательно переходите и слушайте. А если уже послушали, то переслушайте еще. Подкиньте малому стримов, он получит больше денег. Следующий раз разыграет еще больше денег. 20. А, нет, 16. Вот же альбом 16. Ну и 1000 рублей больше, короче, разыграли. Еще очко. Ну и что? С наступающим, получается. Все закончили? Эй, 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 эй. Музыка или Ашкудишка? Музыка. Любовь или Ашкудишка? Любовь. Давай, самый главный вопрос. Скали Милана или Ашкудишка? Скали Милана. Тебя ничем не взять. Ну и вру, на самом деле я бы везде Ашкудишку выбрал, но это так, для вида.